МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирины Нижалова. Здравствуйте! Чисто там, где не мусорят, экологические вызовы в Нинецком округе стали основной темой очередного заседания природоохранного совета при губернаторе региона. На повестке дня под номером 1 вновь, как и несколько лет назад, рекультивация нынешней городской свалки и изменение всей схемы дорожной карты по утилизации мусора. Непростой алгоритм на этот раз предлагается решить в течение 3-4 лет. Подробности в репортаже Тимофея Жукова. Идея кардинальной реконструкции всей схемы и утилизации ТБО, поступающих из окружной столицы, витает в воздухе аж с 2003 года. Проект за это время не раз подвергался критике, а затем и корректировке. Проблема вывоза и утилизации твердых жидких бытовых отходов – одна из самых актуальных для жилищно-коммунального хозяйства Наринмара. Существующая ныне свалка представляет реальную опасность для экологии города. В настоящее время превышена возможная вместимость площадки для размещения отходов города Наринмара. В связи с тем, что бытовые отходы, образующиеся в поселке Искателей, также размещаются на полигоне города Наринмара. Может возникнуть проблема переполнения полигона и прекращения его деятельности. При таком раскладе город может оказаться в непростой ситуации. Без нового полигона ТБО просто утонет в собственном мусоре. Но ни один из проектов пока не прошел госэкспертизу. Все замечания носят неустранимый характер. Уже более 15 лет работа по отректированию ведется данного полигона. Данная последняя документация по строительству полигона была откорректирована городским округом города Наринмара. И в результате получили отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. Строить новый полигон на месте старой свалки категорически нельзя. Экологи утверждают, это создаст угрозу водоснабжению Наринмара. Ситуацию изменит строительство нового полигона на значительном расстоянии от города. Но прежде в рамках федерального проекта «Чистая страна» предлагается рекультивировать старую свалку. Объект уже включен в федеральный реестр объектов накопленного вреда окружающей среды. То есть мы уже в этот реестр входим. Мы написали письмо с просьбой переноса. Как бы у нас все подтвердили, мы на 19-20-е годы. Департамент в рамках своих полномочий разработает проект на строительство полигона и попробует взять деньги на его проектирование строительства. Все, кроме перерабатывающего завода, в рамках охраны окружающей среды, программы экологической сборы. Предстоит провести предварительное инженерное изыскание, определить технологию складирования бытовых отходов, место нового полигона и разработать ТЭО-проекта. ТЭО – это будет основным документом, на основе которого будут делаться дальнейшие все проектные работы. И 19-20-е годы – это проектирование, с учетом проведения экологической экспертизы, и 20-21-го года – это строительство полигона вместе с мусором перевозащих заводов. Как у нас такие планы? Если вы подтверждаете, то мы засущаем рукава. По-прежнему серьезной проблемой для города остаются несанкционированные свалки. Только за прошлый год муниципальные службы ликвидировали 44 стихийных нечистых объекта. В этом году на ликвидацию стихийных свалок в окрестностях нашего города уже выделено свыше 2 миллионов 200 тысяч рублей. Следует отметить, что средства выделены на ликвидацию только тех свалок, которые указаны в решении суда. На сегодняшний день, с учетом уже указанных выше, нами выделены 33 несанкционированные свалки. Общий объем мусороков, сам предварительный подсчет, составляет порядка 3000 кубических метров. И хочется отметить, что цифры по свалкам постоянно меняются. Так, в настоящее время из 33 свалки ликвидированы, но буквально за короткий промежуток времени еще три были поставлены на мемориестор. Важно понять, в какой точке вопроса экологии мы находимся и какие действия необходимо предпринять дальше, чтобы решить экологические вызовы. Участники совещания единодушны. Вопрос экологии в НАО не стоит так категорично, как в некоторых других регионах России. Однако проблемы есть, и их необходимо оперативно решать. Тимофей Жуков, Антон Водряков, Телеканал «Север». В ряде населенных пунктов Неницкого округа необходимо провести берегоукрепительные работы. Как отметил начальник управления природных ресурсов и экологии профильного окружного департамента Сергей Чибисов, проблема разрушения берегов стоит особенно остро в Великовисочном Униси. Согласно представленным расчетам, стоимость берегоукрепления в зависимости от вариантности колеблется от 100 до 300 миллионов рублей. Согласно данным мониторинга, который был проведен Департаментом природных ресурсов в 2013-2015 годах было выявлено 10 населенных пунктов округа, где происходит разрушение берегов. Это Каратайка, Ома, Индиго, Осколково, Макарова, Куя, Харивер и Устькара. Плачевнее всего ситуация в Великовисочном Униси. В 2017 году мы проработали предпроектные документы об основании инвестиций по объекту укрепления берегов в Униси и Униси, чтобы оценить объемы работы и капитальных положений в некоторых габаритах укрепления. В 2019 году планируем разработку проектно-смертных документаций по этим населенным пунктам, в котором будет предусмотрен наиболее оптимальный вариант берегов в укреплении с точки зрения технических характеристик и, соответственно, цены. Согласно документам, берегов в укреплении будет являться объектом капитального строительства. Однако имеются населенные пункты, где возможно проводить берегов в укреплении некапитального характера. Так, по результатам осмотра берега деревни Лабожская, в прошлом году было предложено в качестве берегоукрепления использовать георешетку или армирующую решетку в комбинации с геотекстилем. Этот проект будет опробован в данном населенном пункте в текущем году. Процесс госзакупок должен быть максимально открытым и прозрачным. Об этом заявил глава региона Александр Цибульский в ходе рабочей встречи со своим заместителем Сергеем Боенко, который, среди прочих, курирует и данное направление деятельности. С начала текущего года в Нинецком округе состоялось более полутора тысяч конкурентных процедур более чем на 6,5 миллиардов рублей. Экономия составила более 240 миллионов или 3,8 процентов. Закупки у субъектов малого предпринимательства составили 950 миллионов рублей. Основная задача, конечно, это прозрачность. Здесь проведена работа по централизации определенной. Мы на сегодня забрали в том числе и у унитарных предприятий закупки объемом более 3 миллионов рублей. То есть это и прозрачности, и контроль. И посмотрим, как это будет работать. Возможно, этот порог будет еще, будем выходить с предложением, его снижать. И в том числе выходить на закупки, и в том числе и унитарные предприятия, чтобы госзаказ ввел консолидированные закупки. Открыто проводить торги позволит и заключенное в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве между Нинецким округом и Москвой при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы портал поставщиков. С 1 января текущего года в Нинецком округе в тестовом режиме работает электронный магазин малых закупок, который в дальнейшем будет сопряжен с порталом поставщиков. Вообще в Москве наработан хороший опыт. Нам в любом случае надо брать его за основу. То, что вы правильно сказали, это подписное соглашение о закупках в малых объемах. Там действительно у них такой осознанный программный продукт, который делает этот процесс крайне, не крайне, а достаточно открытым. Люди могут за ним смотреть и контролировать, в том числе, если вдруг туда попадают какие-то недоработки. В этом направлении надо двигаться и вообще посмотреть платформы, которые действуют в таких передовых регионах, которые уже достигли хорошего результата в части. И с одной стороны оптимизации процесса закупок, а с другой стороны, как я уже говорил, чтобы он был максимально общественно открытым. Между тем, отметил Александр Цибульский, процесс закупок должен находиться под пристальным контролем, чтобы избежать любой минимальной возможности для злоупотреблений. Мария Владимирова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе будет создано бюджетное учреждение Центра кадастровой оценки. Вопросы его создания рассмотрели окружные депутаты на заседании Комиссии по экономической политике и бюджету. Центр создается в целях исполнения полномочий по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории округа и обеспечения хранения технических паспортов оценочной и иной учетно-технической документации. Более 60 регионов страны уже перешли на эту систему и, по сути дела, мы, как было указано, уже немножечко даже опаздывали. Поэтому мы таким образом пытаемся забежать на конечные поиски. Штатная численность учреждения планируется в количестве 15 единиц, в том числе директор, его заместитель, главный бухгалтер, 4 штатные единицы аналитика, 3 оценщика, 3 юрист-консульта. Предварительный объем финансирования на 5 месяцев текущего года составит почти 14 миллионов рублей. В 2019 и 2020 годах сумма составит 22,5 миллиона. Учреждение планируется разместить в здании административно-бытового комплекса на улице Рыбников 59 после проведения капитального ремонта данного здания. До этого момента предлагается разместить учреждение в арендуемых помещениях в связи с отсутствием в государственной собственности Ненецкого округа свободных нежилых помещений. В Ненецком округе стартовал конкурс по предоставлению субсидий из окружного бюджета на реализацию проекта по поддержке местных инициатив. Активные жители региона могут получить до 1 миллиона рублей на организацию уличного освещения, благоустройство улиц, дворов, площадей и набережных, озеленение территории. Также субсидию можно получить на создание автостоянок, детских игровых площадок, мест массового отдыха населения и другие проекты. В прошлом году на конкурс было подано 16 заявок из 9 муниципальных образований. Свой двор своими руками. Это доказали жильцы дома номер 5 по улице Ленина. Обустроили полисадник, установили заборы и бетонные блоки, чтобы перегородить сквозную дорогу. В прошлом году решили установить детскую игровую площадку. Детали будущего объекта обговорили на общем собрании и отправились со своими предложениями в администрацию города. Подали заявку для участия в конкурсе общественной инфраструктуры. Помогало нам очень огромное ей спасибо. Это Сочнева Елена Андреевна, начальник управления экономики. Потом Бережной Андрей Николаевич, заместитель главы администрации, чтобы вот как-то этот проект продвинуть. И мы, в общем-то, победили. В прошлом году на строительство детской площадки из окружного бюджета выделили 1 миллион рублей. А на деньги самих жителей купили качели, скамейки, песочницу и установили урны. То есть вкладывать в проект, в том числе и средства собственников, обязательные условия программы. Но из-за того, что строительство началось только поздней осенью, часть работ перенесли на это лето. Просто тут немножечко нюанс какой. Пока все эти заявки, потом решения и так далее, подписывались протоколы, уже наступила зима. И, в общем-то, пришлось нашим подрядчикам делать это в таких условиях. Морозы и все. Почему? Качество выполненных работ не по их вине. Не хочу их ругать, это «Строинвест». Немножечко так вот нас не устраивает. Но в данный момент они все вот устраняют. Чтобы проект был полностью завершен, осталось посадить деревья и озеленить территорию. Привести в порядок небольшой сквер, расположенный напротив 42-го дома по улице 60 лет Октября, в рамках конкурса в этом году намерены ветераны рыбокомбината. Место для благоустройства выбрано не случайно. В прошлом там находилась администрация их предприятия. Планируем здесь облагородить территорию, сделать планировочку, засеять красивой травой, сделать дорожки, какие-то деревья выкорчевать, какие-то новые досадить, скамейки поставить и освободить место под будущий знак. Все-таки необходимо людям помнить, что здесь работали. И вот весь наш поселок рыбокомбинат, так он называется, потому что здесь был рыбокомбинат. Заявку на участие в конкурсе по поддержке местных инициатив формируют и жители микрорайона «Старый аэропорт» в планах строительства уличной хоккейной коробки. Чтобы это было в шаговой доступности, бесплатно, дети свободные от учебы, время, могли прийти поиграть. И также сами взрослые мужчины пришли и поиграли. А также хотелось бы, чтобы эта хоккейная площадка летом переоборудовалась в мини-футбольное поле или баскетбольное. А это возможно технически. Поэтому собрались мы в прошлое воскресенье на собрание жителей и дружно проголосовали за создание хоккейной площадки. В конкурсе могут участвовать проекты по различным направлениям. От уличного освещения до озеленения территории. Также субсидию можно получить на создание автостоянок, детских игровых площадок, мест массового отдыха населения, на содержание мест захоронения, благоустройства контейнерных площадок. Любое новое начинание, конечно, для этого нужно какое-то время, чтобы люди привыкли о том, что да, этот конкурс, например, проводится ежегодно, и тогда у них уже будет возможность, вот, не с наскоку быстрее, да, лишь бы что-то реализовать. А, давайте площадки, а, нет, давайте то. То есть это, конечно, тоже не совсем верно. Все-таки эти решения должны быть обдуманы. Максимальное количество проектов, которые могут быть реализованы по итогам конкурса, определено как для сельской местности, так и для городской. Если для сельчан квота определена двумя проектами, то для граждан четырьмя. В этом проекте могут участвовать как органы местного самоправления, граждане муниципальных образований, инициативные группы граждан, которым небезразлична судьба своих территорий, муниципальных образований. То есть те жители, они могут сами определить те приоритетные проекты, которые необходимо реализовать в настоящее время, то есть в данный момент. То есть более насущная проблема, которая есть у них, они реализуют. 89% от стоимости проекта выделяет окружная администрация, 10% вносит в бюджет муниципалитета. Оставшийся 1% – финансовые вложения самих жителей. Заявки на участие в конкурсе принимаются по 2 июля. Иван Никонов, Людмила Сидейская, Александр Дуркин, Сергей Качегов, Телеканал Север. Исполнение поручений под контролем. Депутат Государственной Думы Алексей Лященко лично проинспектировал ход работы управляющей компанией ПОКИТС по ремонту подъезда в жилом доме 3Б по улице Евтысова. Жители со своей проблемой обратились к депутату Госдумы весной текущего года. В подъезде давно не было ремонта. Жильцы одного из подъездов обратились с просьбой зайти посмотреть. Действительно, в подъезде были сломаны перегородки, были неисправности. Попросили подъехать в управляющую компанию, договорились, что к следующему моему приезду они эти неисправности устранят. С поставленной задачей управляющая компания ПОКИТС справилась. В течение месяца все неисправности были устранены и сделан косметический ремонт. Частично зашкакивали, сколько возможно было. Частично подкрасили, сейчас будут теплые денючки, еще на раз пройдемся. Пол подремонтировали на первом этаже, кусок подняли, уже рваный был. По другим подъездам тоже прошлись, да? По другим нет еще. Сейчас пока только первые деньки запланированы. Ну, какой-то график. Да, конечно, конечно. План график, наверное. Работа на ремонте. На восстановительном. Да, да, да. Понятно. Косметику сделаем. Ну что, здорово. Молодцы. Кроме ремонта подъездов, управляющая компания намерена отремонтировать тротуар в планах и реконструкция детской игровой площадки около жилого дома. В Наринмаре впервые состоятся командные соревнования по сбору и сортировке отходов «Чистые игры». Они приурочены ко дню молодежи, который будет отмечаться в ближайшие выходные. Как отмечают организаторы региональной центры молодежной политики, «Чистые игры» – это яркая трансформация привычных субботников. Командные соревнования «Чистые игры» – это всероссийский проект, в котором уже участвуют 84 города. В этом году к ним присоединился Наринмар. Наринмар – это очень интересный новый формат субботника. Смысл-то такой, что по сути мы точно так же убираем мусор, но мы это делаем, во-первых, на время, в ограниченное, выделяется для этого час. И плюсом еще идут такие конкурсы, как приветствие команд. Можно организовать свое приветствие и получить за это дополнительный балл. Также можно принять участие в эко-викторине, то есть отвечать на вопросы, за правильный ответ выдается тоже, присуждается команде, дополнительный балл. Можно принять участие в эко-меткости. Ну, про эко-меткости это уже там участники сами узнают на «Чистых игр». Не буду рассказывать все секреты. «Чистые игры» пройдут в воскресенье 24 июня в 11 часов в районе лесного массива у метеостанции. Заявки принимаются до 22 июня. Состав команды – 4 человека. Кроме этого, в рамках празднования Дня молодежи после двухлетнего перерыва любители боулинга вновь сразятся между собой. До 21 июня организаторы чемпионата принимают заявки от участников команд. Всего планируется набрать 14 команд по 4 человека в каждой. Возраст спортсменов не ограничен. Команды у нас проходят жеребьевку, играют изначально друг против друга, грубо говоря. И на финал у нас выходят команды, которые набрали по итогу максимальное количество баллов. В финале играют 4 команды. Из них выбирается первое, второе, третье место и четвертое место, кто из оставшихся. Сами соревнования пройдут в субботу, да? Сами соревнования будут проходить в субботу. Боулинг, клуб, страйк. Подробную информацию об участии в мероприятиях можно получить по телефону Молодежного центра 4-5151. Это все новости к этому часу. Напоминаю, телефон службы информации телеканала «Север» 4-90-03. Позвонив по нему, вы можете предложить тему для репортажа. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...